Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. Подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий. Вчера вышло крупное обновление к Норсгард, причём оно абсолютно бесплатно, хотя добавляет столько всего, что я бы это назвал вообще DLC. Игру меняет серьёзно, в всяком случае Фераксис бы это продавали как ещё один DLC, это точно. И в этом обзоре я расскажу, что добавили, и как раз напомню людям, что есть такая игра, может кто-то из вас вернётся в неё, чтобы попробовать, что там опять нового получилось. Итак, это обновление называется Crowns and Daggers, то бишь монеты и кинжалы, но я бы назвал его разведка, торговля и дипломатия, потому что именно на эти составляющие оно и нацелено. Во-первых, полностью обновлено окно дипломатии, особенно это заметно с нейтральными фракциями, кстати, ещё и одна новая нейтральная фракция добавилась, чуть позже об этом. Теперь у вас есть четыре степени дружбы или вражды с нейтральными фракциями. Понятно, что если вы во вражде, то они вас атакуют, а если постепенно вы идёте к дружбе и союзничеству, они начинают давать всякие бонусы. И если с кобальтами, йотунами и тёмными эльфами ничего не поменялось, то есть если йотуны ваши союзники, то вам дадут йотуна, если тёмные эльфы ваши союзники, то вы можете их натравливать на оппонентов, то вот с новой фракцией гномами интереснее. Во-первых, это единственная фракция за уничтожение, которой у вас будут отбирать славу, а не давать. Если вы убьёте гномов, то у вас будет минус 100 славы. А во-вторых, когда вы начнёте дружить с ними, даже не союзниками, а дружить, они начнут вам поставлять железо и камень. То есть таким образом можно добывать камень и железо, если у вас его нет. Причём у них это количество ограничено, оно общее для всех, там, по-моему, что ли, 60 камней и 40 железок, как-то так. И сразу несколько кланов, естественно, могут это получать. А если вы становитесь союзником гномов, то вам дадут двух кузнецов, которые могут добывать то самое железо и камень на вашей территории, ну или драться за вас. Как же улучшать отношения? Ну, во-первых, так же, как и раньше было, то бишь, торговать через торговые посты. И я подумал, что вначале это, например, плохо для моих любимых ворона и быка, потому что я люблю играть через гавани и торговать через торговые посты. Можно было только приоткрыть определённые технологии, но, слава богу, разработчики это учли. Сейчас торговать через торговый пост можно абсолютно любой фракции, не открывая нужную технологию. Её просто этой технологии нет, а точнее, она есть, она просто будет бонус давать к торговле, но не обязательно. Так что теперь просто в каждой партии имеет смысл строить торговый пост и использовать его, да и денег становится побольше. А во-вторых, есть ещё такое здание, по-английски оно offering well, ну и, кстати, тут не всё ещё переведено на русский, к сожалению, в этом дополнении, поэтому я без понятия, как оно по-русски будет называться. Наверное, колодец предложений. Так вот, если вы его строите в области рядом с нейтральной фракцией, то оно начинает серьёзно улучшать ваши отношения с этой нейтральной фракцией. Это пассивно делается, вам достаточно его построить, правда, там оно, по-моему, 5 камня требует для постройки. Изменилась дипломатия и с другими кланами. Во-первых, теперь все границы вам кажутся нейтральными, вы не видите цвет клана, пока вы его не откроете. Это опять к вопросу о разведке. Если раньше обычно все видели границу клана, видели его цвет, по лобби примерно представляли какой-то клан, и потом только открывали уже соперников только для того, чтобы нападать, то теперь имеет смысл пораньше открыть соседей, чтобы понимать, что за клан у вас рядом. А ещё интереснее, возможности дипломатии, точнее, здесь они называются соперничество. Чтобы это соперничество было вам доступно, вам, во-первых, надо открыть ратушу другого клана, а во-вторых, построить здание посольства. И оно, к сожалению, не пассивное, туда вам надо ещё и посла будут отправить, который как раз будет устанавливать эти самые соперничества. Их четыре штуки есть. Дружба ратушами, наверное, так можно перевести. Если у вас населения больше, чем у соперника, против которого вы начинаете это соперничество, то у вас обоих ускоряется создание новых жителей. Подслушивание. Если у вас меньше знаний, чем у вашего соперника, точнее, даже сказать, меньше открытых технологий, то у вас ускоряется получение новых знаний, в зависимости от разницы в этих самых технологиях. Буллинг. Тут, я думаю, можно не переводить. За каждые 50 славы, которых у вас больше, чем у вашего соперника, ваши военные юниты получают дополнительную защиту. Правда, при этом ваш соперник, если он убивает ваши юниты, получает больше славы. Ну, точнее, просто славу получает, потому что за убийство юнитов славу получает только бык, по-моему, и то только при открытии определенной тихи. Ну и, наконец, охота или преследование, так можно Мэнхант перевести. За каждые 100 военных очков, которых у вас меньше, чем у вашего соперника, ваш соперник увеличивает силу атаки внутри его территории, но снижает силу атаки за пределами своей территории. Ну, для чего это сделать? Если вы защитный клан, если вы хотите посидеть, чисто поразвиваться, у вас в соседях, например, какая-нибудь змея или бык, который, собственно, и быкует против вас, ставите посольство, выбираете против него вот этот Мэнхант, и ему довольно тяжело будет на вас нападать. Правда, понятно, что и вы в ответ на него не нападете, но это, в принципе, в некотором смысле такой пакт о ненападении получается. Потому что все вот эти действия сопернику показываются. То есть, если против меня кто-то использует вот эту охоту или преследование, то мне игра сообщает о том, что вот такой-то клан против меня вот это все делает. И, в общем-то, это способы улучшить положение в тех областях, в которых вы отстаете. Отстаете по науке, берете подслушивание против того клана, где науки много. Отстаете по армии или думаете, что у вас нападать будут вот этот Мэнхант, ну и так далее. Я думаю, что здесь много можно всяких вариантов придумать. Да, кстати, в чате тоже теперь не подсвечиваются цвета говорящих, потому что, как раньше было, никто в лобби не брал цвет, потом в чате пытались не разговаривать, чтобы заранее не было известно у кого какой клан. Теперь все это без разведки непонятно. Так что и ценность разведчиков даже на начальном этапе и так дальше возросла. Но, кстати, при этом уменьшили скорость разведывания территорий, которые принадлежат другим кланам. Как будто этого мало. Еще добавили всякие соревновательные события. Но вот из того, что я встречал, во-первых, гномы создают на территории залежи драгоценных камней, и вам надо их добывать и продавать гномам. Тот, кто продаст больше их, получит от гномов железо и камень. Видел еще темные эльфы. По-моему, дерево требуют, как дань. То есть определенное время вам дается, чтобы как можно больше дерева темным эльфам продать. Еще в курсе церемониальное сожжение вроде такое есть. Вам тоже надо посылать лес, и тот, кто за определенное время пошлет его больше, получит знания. Ну а в остальном, всякие изменения и улучшения самой игры. Так, например, в мультиплеере наконец-то показывается, кто поставил паузу и кто ее отменил. В статистике по окончанию игры показывается, кто когда проводил пиры и что улучшал в кузницах. Изменены стоимости технологий. Вот у меня по ощущениям середины игры они стоят дороже. Поведение нейтральных фракций при атаке пересмотрено на более справедливое. То знаете, некоторых просто заваливали нападениями. Все фракции, кроме йотунов, теперь принимают и дерево при торговле. Йотунов все-таки надо яблочками накормить, чтобы они к вам присоединились. Сообщения о всяких событиях теперь более понятные и с иконками той фракции, к которой они относятся. Да, кстати, я же еще про соперничество не уточнил, что вы можете у тех кланов, с которых вы соперничаете, информацию о них узнать. Вот, например, если вы подслушиваете, то вы сможете вообще открыть экран технологии, уже взятых этим кланом, и посмотреть, что он взял. Кстати, уничтожение других кланов или нейтральных кланов теперь не дает военные очки. Это тоже надо учитывать. Только славу. В общем-то, самое важное, по-моему, я отметил, если что, как всегда, поправляйте и дополняйте меня в комментариях, то мне в течение всех вот этих лет очень нравится, как разработчики Норсгард поддерживают свою игру. Единственное, что у них платное было, это новые кланы. Все остальные обновления, по-моему, бесплатными выходили, и вот это тоже абсолютно бесплатное. Так что, если вы не играли еще в Норсгард или подзабили на него, настоятельно рекомендую. Я думаю, что сейчас я пойду тоже партию сыграю, запишу и завтра выложу, конечно же. Ну и ваши впечатления, опять же, пишите в комментариях. Жду на этом все. Играйте в умные игры, и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры, и всем пока.